В четверг в областном центре прошло расширенное заседание Совета общественной палаты региона, посвященное транспортному обслуживанию населения. Проблема эта близка большинству ивановцев. Не так давно специальная рабочая группа из числа общественников, перевозчиков и представителей ТОСов города провела мониторинг транспортной доступности. Работала горячая линия для горожан, все сообщения проверялись. Сейчас полученная информация обработана. Болевых точек в сфере обнаружилась масса. Все поступившие обращения можно разделить на следующие основные категории. Отсутствие или недостаточное количество транспорта в вечерние и утренние часы, выходные и праздничные дни. Отказ перевозчиков, обслуживателей годной категории граждан. Хамство со стороны водителей и кондукторов, грязь в салонах, автобусах, курение водителей во время движения по маршруту, неудобные графики и маршруты движения. Неблагоустроены остановочные павильоны и посадочные площадки. Наибольшее количество нареканий у горожан вызывают среди муниципальных маршруты 3, 4 и 9. Главная причина – малое количество транспорта на линиях. Отсюда и дефицит машин в позднее время, и долгое ожидание автобусов пассажирами. Среди пригородных маршрутов в черный список попали 141, 143, 144, 155. Все чаще на машинах можно встретить вот такие таблички без льгот. Это автомобили предпринимателей, работающих без договора с городской администрацией и без терминалов для социальных карт. Как бороться с ними? На этот вопрос чиновники от транспорта ответить затрудняются. Серьезных санкций к без терминальщикам в рамках существующего законодательства не предусмотрено. Я бы с удовольствием бегал бы за ними и ловил бы, но понимаете, уважаемые дамы и господа, я себя ощущаю крестьянином, который вышел в поле копать картошку, а лопату ему не дали. У меня нет норм права, которые бы дали мне возможность наводить порядок на маршруты. Помимо того, что так называемые бездоговорные перевозчики лишают ивановцев возможности льготного проезда, они еще и отнимают пассажиров у законных, которым теперь так не сладко живется с учетом того, что по конкурсу на право осуществлять перевозки в придачу к рентабельному маршруту полагается один убыточный. Планировалось, что один будет возмещать затраты на другой, а жители малонаселенных районов будут обеспечены транспортом. Но не тут-то было. Ввиду отсутствия административной ответственности за отсутствие договоров, те маршруты, которые мы с вами сейчас считаем рентабельными, они настолько переполнены транспортом, в том числе и вот этим вот своевольным транспортом, что даже те же самые рентабельные маршруты превращаются для перевозчика в нерентабельные. И в итоге получается так, что вроде бы дали бы человеку действительно хороший маршрут, и в нагрузку дали вот десятый маршрут, к примеру. И если бы действительно на данном маршруте было именно то количество графиков, которое было разыграно на конкурсах, наверное, здесь можно было бы сейчас говорить о том, что да, виноват именно перевозчик, он именно не хочет просто нести вот эту социальную нагрузку. Но в нынешней ситуации, к сожалению, мы вот так в полной мере сказать перевозчику не можем, потому что тот же самый седьмой маршрут, который был ему дам в качестве рентабельного, он ему ожидаемых доходов не приносит. Так что система эта в нынешней ситуации в сфере пассажирских перевозок себя изжила. Нужны другие стимулы для предпринимателей бороться за убыточные маршруты и нагружать линию в вечерние часы. Инициативная группа предлагает субсидировать малорентабельные маршруты, являющиеся социально значимыми. Для этого нужно ввести такое определение и внести поправки в законодательство. Обратная связь с населением, с перевозчиком существует через проведение контрольных мероприятий, через точечные обращения граждан. Но в целом, наверное, этого недостаточно. Поэтому вот такое исследование, такой мониторинг со стороны общественной палаты, он оказался полезным, очень важным. И многие вещи, если не приоткрыл глаза, то в каких-то моментах нам стало легче двигаться, много стало очевидно. На то, чтобы навести порядок в отрасли, понадобится много времени и усилий. Но результат того стоит. А главное, необходимость внесения изменений теперь очевидна всем. А значит, первый шаг к новой транспортной доступности сделан. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.